Всем привет, это Миша, и как обычно, время американских новостей рассказываю о том, что у нас здесь происходит и обсуждается. И с момента нашего предыдущего видео неделю назад, понятно, какое событие было главной новостью. Вердикт, обвинительный вердикт в отношении Дональда Трампа. Соответственно, его признали виновным, он вносил в документы заведомо ложную информацию с целью скрыть характер платежей, которые в итоге достались актрисе Сторми Дэниелс. Он писал траты на юридические услуги и отдавал деньги адвокату, а это значит были не совсем юридические услуги, потому что адвокат не забирал деньги себе, а передавал их непосредственно этой актрисе за молчание. Приговор Трампу, насколько можно судить, вынесут в июле, то есть мы тогда узнаем, пойдет он в тюрьму, может ему какие-нибудь обязательные работы дадут, или же, может быть, просто дадут условный срок. Это, как говорится, мы увидим дальше. Но, опять же, в контексте вот этого вердикта обсуждались разные вещи. Ну, обсуждалось, например, то, что дочь судьи, который вот ввел процесс, она работает в юридической конторе, клиентами которой являются видные демократы. Ну, это, конечно, никак не связано, не является конфликтом интересов для судьи, ну, о чем бы. Вот. Также после обвинительного вердикта Трамп за день собрал что-то порядка 54 миллионов долларов пожертвований на свою избирательную кампанию. Это очень большие деньги. Понятно, что, наверное, за последние несколько избирательных циклов, ну, в том числе и благодаря инфляции, но не только, рекламные бюджеты в таких избирательных кампаниях существенно возросли. Но, тем не менее, это реально много. Ну, вот, в частности, 300 тысяч долларов пожертвовал человек, который, значит, является инвестором, богатый человек, по-моему, из Калифорнии. Ну, так вот, вот этот человек жертвовал на кампанию Хиллари Клинтон в свое время, да? И вот, опять же, после этого вердикта он пожертвовал Трампу. Губернатор Флориды Рон де Сантис, штата, в котором Трамп зарегистрированный, проживает, он сказал, что это дело Флориды решать, давать Трампу право голосовать на выборах президента или нет. Он, де Сантис, будучи губернатором, имеет право разрешить человеку проголосовать, если даже тот осужден. Соответственно, Трамп сможет за себя проголосовать в ноябре этого года. А с другой стороны, например, конгрессмен из Миссисипи Бенни Томпсон уже начал суетиться, и довольно, как мне кажется, вот эта подлинная такая какая-то суета, он начал совать, значит, пытаться пропихнуть, я думаю, без шансов, но тем не менее закон, согласно которому, если Трампа приговорят к тюрьме, то у него нужно отнять охрану. Значит, вот эта секретная служба, да, которая охраняет президента, она также охраняет бывших президентов пожизненно, да? Я где-то слышал, что, допустим, Джордж Буш жаловался, что ему не разрешают самому сесть за руль, да? То есть, как бы, это слишком опасно, он может там у себя пораньше только ездить за рулем. Вот, ну, соответственно, президента его охраняют пожизненно, Трамп не исключение, но вот демократ говорит, что нет-нет-нет, надо, вот если Трампа посадят в тюрьму, то там его охранять не следует. Теперь, что касается судебного процесса над Хантером Байтоном. Безусловно, это не тот судебный процесс, что называется, о котором бы мы мечтали, да? Очень было бы интересно послушать о его бизнес-делах, о большом парне и так далее. Но, тем не менее, Хантера Байдена судят, в общем-то, ну, на мой взгляд, за абсолютную мелочь. Он, будучи наркоманом, купил пистолет. Соответственно, в форме, которую надо заполнить, он указал, что он не является наркоманом, и, соответственно, тем самым солгал и совершил преступление. Кстати, вот этот револьвер, который он купил, Кольт Кобра, вот его через 11 дней в мусорку в супермаркете выкинула подруга Хантера, вот, чтобы его у него не было. Ну, очень, как говорится, ответственное поведение выкидывать револьвер в мусорку, да? Потом бы мы удивлялись, а откуда на улице, значит, преступники с оружием, да? Вот, короче, так или иначе. Его судят за покупку этого револьвера, опять же, к сожалению, к сожалению, насколько мы можем судить сейчас, защита не давит на то, что запрет на владение оружием для наркоманов не конституционен, а он, по-моему, абсолютно не конституционен, вот. Но, тем не менее, она вместо этого там начинает рассказывать, что Хантер Байден, на самом деле, сам жертва. Ну, вот, он жертва наркозависимости, он, значит, был перманентно обдолбанный, когда купил этот револьвер и, в общем, не ведал, что творил. Ну, как говорится, все знают, что незнание закона и, скажем так, неадекватное состояние не то, чтобы сильно освобождали от уголовной ответственности. Ну, возможно, на Хантера Байдена обычные правила не распространятся. Посмотрим, да? Так или иначе, это довольно интересный также процесс. Сейчас там выступают свидетели и, опять же, каждая медиа делает громкую новость из каждого очередного выступления, но будет видно ближе к концу, что там реально интересное, что нет. Если Хантер Байден, скажем так, не то чтобы высокопоставленный человек, то вот для человека, который был очень высоко, все только начинается. Адмирал, четырехзвездный адмирал, как говорится, ну, в данный момент де-факто это самое высшее военное звание, по имени Роберт Берг, был арестован по обвинениям во взяточничестве. Значит, этот человек несколько лет вообще был вторым человеком на американском флоте, потом командовал там силами американского флота в Европе и Африке, ну, в общем, очень высокопоставленный адмирал. Так вот, сообщается, что, по версии обвинения, он вступил в сговор с руководителями некой компании, которая, как я понимаю, проводит всякие тренинги и так далее, и, соответственно, он отдал госконтракты этой компании в обмен на то, что они его потом наймут к себе на работу. И да, он вышел в отставку в 2022 году, в октябре, по-моему, и отправился работать в эту компанию на огромную, конечно, зарплату в полмиллиона долларов. Ну, огромная, это, естественно, сарказм. Полмиллиона долларов, это, конечно, очень хорошая зарплата по американским меркам, то есть, там, не знаю, простой программист столько не получает, да, там, простой инженер столько не получает. Вот очень хороший врач, ну, он, да, он столько вполне может получать, да, то есть, именно даже как зарплату, да, не то, что у него там огромная своя клиника, там, да, то есть, именно как врач. Вот, так или иначе, зарплата, конечно, большая, но то, что грозит господину адмиралу, это довольно серьезное наказание, то есть, десятилетие тюрьмы. Впрочем, надо отметить, что и для руководства компании там наказание чуть меньше максимальное, всего, ну, опять же, всего в кавычках 20 лет тюрьмы. Джо Байден решил сделать вид, что он борется с миграцией, вот этой бесконтрольной, и, значит, ввел некоторое положение, что все, значит, мы будем ограничивать поток мигрантов через границу, но, опять же, ограничивать так, что, как говорится, не то, чтобы реальное ограничение было. Вот, опять же, непонятно, насколько вот это его, скажем так, распоряжение будет на практике выполняться, будут ли реально использоваться какие-то более жесткие меры, допустим, в отношении тех, кого будут задерживать на границе. Я думаю, что сейчас, скорее всего, склоняются к тому, что это популизм, и я не думаю, что кто-то реально там, ну, не политик, который там ждал, пока Байден это скажет, чтобы сказать, вот, посмотрите, как Байден защищает границу, а реально люди в это поверят. Ну, мне слабо в это верится, хотя, опять же, увидим, может быть, у нас тут перед выборами на границе будет бойня, там, не знаю, по мигрантам из танков будут стрелять, лишь бы Джо Байден смог победить. Посмотрим. Хорошая новость из Верховного Суда. Там рассматривалось дело НРА против штата Нью-Йорк. Значит, штат Нью-Йорк в какой-то момент начал давить, ну, как давить, рекомендовать, убеждать банки и страховые компании перестать работать с НРА. НРА, напомню, это National Rifle Association, ну, такая... Вот у меня видео было недавно, где я ходил по их выставке, я сказал, там, правозащитная организация, мне сказали, ну, какая она правозащитная. Ну, слушайте, спорно, да, я не готов сейчас защищать НРА, но формально, наверное, можно сказать, что это правозащитная организация, которая сражается за вторую поправку. Номинально, давайте так скажем. Вот, так или иначе, Нью-Йорк хотел их прессовать, и Верховный Суд единогласно 9-0, то есть включая трех, там, либеральных, скажем так, судей, да, проголосовал за решение в пользу НРА и сказал, что да, штат Нью-Йорк нарушил закон, собственно, свободу слова ограничил, потому что не имеет права государство как-то вмешиваться, ну, в какие-то процессы, да, исходя из того, что кто-то говорит, за что кто-то выступает и так далее, да, фактически это политическое преследование. Вот, хорошая новость на самом деле, и опять же, там, ставим это все в контекст, ну, например, там, цензуры в соцсетях, когда государство, опять же, связывалось с соцсетями, и, ну, может быть, не приказывала, а просила, рекомендовала скрывать тот или иной контент, вспоминаем, вот, Топ Хантера Байдена, да, вот, так или иначе, может быть, у этого решения будут более долгосрочные последствия какие-то, то есть не только НРА, как бы, сейчас им воспользуется, есть в Америке такое выражение, что вот вторая поправка защищает первую, да, ну, это в данном случае как раз, вот, прямую это и случилось, хотя, может быть, и не совсем в том виде, в каком-то подразумевается теме, кто эту фразу произносил. Вот, на этом на сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, пока!